Владимир Зеленский заявил о необходимости со стороны НАТО исключить возможность применения России ядерного оружия в Кремле. После этого заявления случился настоящий переполох. Там заявили, что это Украина готова развязать ядерную войну. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в своем недавнем высказывании о превентивном ударе по России он имел в виду санкции, а не военные меры. А россияне просто перевели эти слова так, как это было выгодно им, и начали везде повторять это. Об этом президент заявил в интервью BBC. И вот давайте обсудим это заявление и последствия, и работу пропагандистской машины с нашим следующим гостем. Это Борис Титзенгаузен, политтехнолог. Здравствуйте. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время для включения. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете вообще вот эту агонию России, которая пытается теперь миру... О-о-о, небольшие проблемы у нас сейчас со связью. Вот будем... Ждал нас Борис, а теперь мы его подождем. Вполне справедливо. Потому что карма, она такая, и об этом знаем мы, и об этом должны помнить те... И знает Путин. Потому что от дня рождения до взрыва на Крымском мосту всего лишь один день. Я думаю, что с Борисом особенно было бы интересно тему Крыма обсудить, поскольку он крымчанин, и, наверное, эта новость была воспринята им особенно, как было сказано в одном известном вирусном видео, по-домашнему. По-домашнему, да, не хочется оттуда уезжать. Коллеги, тогда ждем сообщения о том, можем ли мы с Борисом Тизенгаузеном связаться, потому что вопросов действительно очень много. Слушай, ну давай несколько важных новостей пока обсудим. Борис уже с нами на связи. Это, понятно, что с одной стороны это полный абсурд, это опять игра в кривое зеркало, но, тем не менее, такая риторика, она может им принести успех? Может ли кто-то в это поверить? Напомню, что Украина является неядерным государством. Ну, конечно, в это никто не может поверить. Как можно нанести ядерный удар, не имея ядерного оружия? Понятное дело, что никто из нормальных в это не поверит. Это, опять же, больше для внутреннего пользователя, для россиян. Вот мы же вам говорили, что они опасны, эти украинцы. Мы же вам говорили, что они хотят напасть, да еще и потом там использовать какое-то ядерное оружие. То есть это больше для этого. Что касается того, что Зеленский сказал, так это не Зеленский. Зеленский просто повторил, например, те же слова Ли Страс, когда она еще не была премьер-министром Великобритании, что если Россия вдруг захочет использовать оружие массового поражения, то Великобритания оставляет за собой право нанесения превентивного удара внимания без согласования с остальными странами-членами НАТО. То есть это слова Ли Страс. И в Соединенных Штатах некоторые конгрессмены произносили подобное. То есть понятно, что слово ядерное оружие и Украина, все, а вот оно, значит, сложилось для российских пропагандистов, побежали рассказывать. Но я напомню, что тот же Медведев, по-моему, недели не проходит, на секундочку секретарь Совета Безопасности, недели не проходит, чтобы Медведев не поугрожал каким-то ядерным апокалипсом. Ядерный апокалипсис, судный день, какие-то всадники апокалипсиса. Это все Медведев, это все Медведев про нанесение. Кстати, он угрожал и за удар по Крымскому мосту. И вот, пользуясь случаем, поздравляю всех нас, всех украинцев с этим прекрасным событием, с разрушением Крымского моста. И вот, поэтому я думаю, что все идет по плану, как говорит Путин, только по плану вооруженных сил Украины в данном случае. И череда таких жестких провалов, начиная от отступления из Харьковской области, заканчивая сдачей Лимана, продолжая отвоевыванием нашими вооруженными силами других населенных пунктов в Херсонской области, в Луганской области. Да плюс еще сейчас вот этот удар, не удар, а событие на Крымском мосту, это сильно деморализует российскую армию. Это сильно деморализует тех мобилизованных, которые тащат сейчас туда на фронт. Конфликт внутри российских элит силовиков. Когда группа Пригожина-Кадырова говорит, что армейское руководство полные идиоты, их нужно там расстрелять. Это тоже не добавляет уверенности тем мобилизованным, которые едут и думают, а к нами же идиоты, значит, получается, руководят. Ну, то есть полный хаос. Да, может быть, удивляет злости самому Путину. И вот эта вот общая картина, которая далеко не радужная, понятно, что у него потери за потерями, это для него будет буквально вот этот шантаж, эти цепляния за слова, это будет буквально повод для него для того, чтобы приготовить, подготовить свое общество к тому, что он нажмет на эту пресловутую красную кнопку. Да, ему, вот знаете, что я понял? Что Путину вообще не нужно с обществом советоваться. Ему вообще плевать на это общество. Он что, с ним советовался, когда мобилизацию объявлял или советовался, нужны там новые территории или не нужны, а может давайте мы эти деньги в нашей, в их российские территории зарядим эти деньги и сделаем из них какие-то цветущие регионы. Он никого ни о чем не спрашивает, ему плевать. И российское общество, вот вы обратили, какой самый популярный ответ у россиян, когда их на улицах спрашивают, ну вы поддерживаете там войну или мобилизацию? Они говорят, ну там лучше знают. То есть вот, там лучше знают. Это самый популярный ответ. Да, поэтому никто их не спрашивает. А то, что Путину ничего не нужно дополнительного для нанесения топического ядерного удара, это тоже понятно. У него выхода нет другого. Он его может сейчас, грубо говоря, в двух форматах. Показательно сделать или как-то уже там вот конкретно по вооруженным силам. Но все равно это не решит ни одной, ни единой задачи военной для него. Это только ускорит его конец. Он это тоже прекрасно понимает. Борис, вы как раз затронули тему того, как пропаганда сейчас будет преподносить события на Крымском мосту сегодняшним утром. Вы не поверите. Я вот смотрю сейчас телеграмму Маргариты Симонян и не нахожу ни одного сообщения за сегодня, в прямом смысле ни одного, кроме одной буквы И со знаком вопроса. То есть, уже мы вот сейчас смотрим, ровно полчетвертого по киевскому времени произошло около восьми часов с момента подрыва Крымского моста. У Маргариты Симонян в телеграмме ежедневно десятки сообщений на абсолютно любую бредовую тему появляются. За десять часов она написала И. Что это означает? Что они просто не понимают, что с этим делать, ждут темников, просто находятся в шоке. Они не были к этому готовы. Как вы думаете? Есть два момента, почему она написала просто букву И. Первый момент. У них раньше были методички на несколько дней вперед. Сейчас эти методички не то, что на сегодня они готовят. Эти методички даже не знают, как отреагировать на подобное событие. Хотя, по идее, мы же уже давно предупреждали, что удар по мосту будет нанесен. Уже приготовьте заранее. Значит, одну методичку удар по мосту, другая методичка удар по Кремлю, третья методичка Путин умер. Что вы говорите? Все равно эти события так или иначе произойдут, только может в разной последовательности. Поэтому готовьте, но они в шоке. Просто это шок. Кстати, там интересно, что Симонян, спасибо Твиттеру за возможность оставлять другие буквы под комментарием. Интересно, что ей под буквой И. Там будет дальше буква Д, И, И, Ди, и дальше ей там написали, куда ей нужно идти. Вот. А они просто сами не понимают, как сейчас комментировать эти события. Это череда провалов. Да, вылезли некоторые военкоры сейчас, которые сказали, ну, на войне всякое бывает. Какое бывает на войне? 12 миллиардов вы вбабахали в охрану этого Крымского моста. Вы нам рассказывали каждый раз, что там спутник охраняют под водой, там чуть ли не боевые дельфины, какие-то, значит, там ПВО сверхсовременные. Оказывается, фура въезжает, груженная взрывчаткой, и разносит пролеты моста, повреждает железнодорожное полотно. Вот. 30 миллиардов проектов стоят. 300, точнее, миллиардов. Это значит, что один из самых охраняемых объектов взорвал какой-то водитель, который просто проехал через все системы охраны. А что говорить про ядерные объекты? Они также охраняются. Туда тоже можно также проехать с взрывчаткой. То есть очень много вопросов. И мне кажется, что для пропагандистов российских сейчас самое время сыграть в страусы, немножко отсидеться, а потом вылезти и посмотреть, чем это закончилось, и дальше комментировать. Потому что все идет совсем не туда, куда они бы хотели. Да, Борис, мы же все помним прекрасно это видео. Этот мост был настолько важен для россиян, для Кривля в частности. Это было как утверждение, как еще один факт того, что они мощно, крепко и надолго пришли в Крым. И вот этот же Путин с этими бешеными байкерами, бал сатаны устроили этот проезд по этому мосту. И вот раз, и вот такая дыра. И это же дыра не только в мосту, еще и в большой репутации самого Путина. Самый важный, наверное, эффект не столько повреждения логистической цепи поставок, техники, вооружения, южной группировки российской, а именно психологический эффект. Вот это более важно. И, ну, нет в России теперь объекта, который рано или поздно, до которого не доберутся вооруженные силы Украины. И все. То есть вот смотрите, что произошло. Сразу же Стримауса после этого события, вот этот Гауляйтер Херсонский, он сразу же объявил. Значит, эвакуация детишек и стариков в Ростов, там часть Крым, это не эвакуация. Он под предлогом, что им нужно отдохнуть немного. Это подготовка к массовой эвакуации из всей Херсонской области, потому что даже вот этот шакаленок Стримаусов, он понял, что область будут сдавать. И я думаю, что он впереди стариков и детишек побежит. И если старикам и детишкам места в машине не хватит, а влезет туда Стримаусов, то он не сильно обеспокоится этим. Можем, кстати, короткое видео посмотреть. Это прямо утро. Те силовики, которые хотели переехать через Крымский мост. Вот их первая реакция, когда они увидели это. Давайте посмотрим. Прямо сейчас. О, коллеги. Прошу прощения. Что-то, наверное, с интернетом. А, нет. Давай уходим, наверное, отсюда. Алло. Что делать? Улететьте маленько. Опознай, короче, мост горит. Поехали. А? Угу, наверное, у него железодорожная. Там эпичная фраза прозвучала. Толь, мы, наверное, немножко задержимся. Тут мост горит. Ну, хочется предложить, слушайте, а зачем задерживаться? Проезжайте через Украину, законно, как бы, все нормально. Не пользуйтесь незаконным объектом, не задерживайтесь. Так сказать, да. Планирование, тайм-менеджмент. Борис, вопрос, опять-таки, того, как преподнесет пропаганда то, что произошло сегодня утром на Крымском мосту. Было сообщение сейчас как раз от российских силовиков. Если быть конкретным, то Следственный комитет России, они сообщают о гибели трех человек. Якобы находились гражданские люди в автомобиле, который был рядом с этой фурой во время взрыва, и сейчас их тела подняли с дна Керченского пролива. Могут ли пропагандисты использовать вот эту смерть людей, наверняка случайную, как, знаете, ну, казус Белли, понятно, уже это не актуально, но тем не менее, что вот, смотрите, убивают крымчан, ужасные украинцы и так далее. Могут ли они за эту зацепку, как бы, скажем так, на этой зацепке построить вот ближайшую неделю пропаганды? Вообще нет, потому что несоизмеримые два события. Разрушение Крымского моста и погибшие два или три человека, которых там, ну, по случайности могли они, конечно, погибнуть. Несоизмеримые события, даже если они из них будут лепить, там, знаете, как бы, Горловская Мадонна, там, или еще как-то, вот они мифологизацию проводить, какая-то там керченская там семья, или еще как-то они сделают. Всем плевать. Вы, россияне, вот сейчас отправляют сотни тысяч на убой своих братьев, отцов, мужей, и смерть каких-то двух человек вообще абсолютно никак не сыграет. Поэтому я думаю, что в данном случае они будут больше играть в историю... Наверное, пришел момент, когда придется какую-то жертву такую сакральную принести. Я имею в виду из военного руководства. Столько просчетов. В принципе, сакральная жертва понятна в данном случае. Я думаю, это будет Шойгу. Но его тоже нельзя сейчас приносить в жертву именно сейчас. Почему? Потому что контрнаступление продолжается. Если поставить нового министра обороны, он придет, и пока он там подпишет соответствующие документы и вступит в должность, найдет свой кабинет и сядет туда, уже несколько населенных пунктов снова будут сданы россиянам. Поэтому очень сложная ситуация. Но козла отпущения искать уже нужно. Я думаю, что вот этот... И Путин, кстати, недавно он очень... Он очень... Точнее, он очень однозначно обвинил Министерство обороны в срыве мобилизации. Вот. Поэтому я думаю, сейчас оттуда какие-то пару генералов полетят. Мы очень интересно подметили, что Шойгу как будто следующий на вылет. И понятно, что он за эти все-таки годы построил большую сеть влияния внутри министерства. И его сместив, не получится не сместить его сеть влияния. Это очень тяжело будет сделать. Но тем не менее, после какого события Шойгу снимут с должности? Ведь действительно критикуют Министерство обороны уже от Соловьева до того же Стримаусова. Абсолютно никто не церемонится в выражениях. То есть это команда централизированная. Значит, Шойгу на выход. После чего? Там, знаете, они поверили в себя, вот эти группа Пригожин, Кадыров. Они поверили в себя, потому что они продали Путину идею, что их частные армии... Давайте прямо говорить, ЧВКшники и Кадыровцы. Это частные армии абсолютно. Вот. Одна армия Камеська этого регионального, другая армия просто коммерческая. Они продали Путину идею, что их воины воюют, а все остальные, там, Минобороны абсолютно ничего не делают. Понятно, почему Стримаусов подвизгивает там. Потому что он сейчас, он же такой прирожденный, простите, жаполис. Он сейчас понимает, что под ним, ну, когда область заберут Херсонскую обратно, украинские вооруженные силы, он будет гауляй-торчевон. То есть он пытается в группе сильных примкнуть. Поэтому он вот в сторону Шойгу там гавкает. Пригожин тоже по понятной причине. Пригожин потерял огромное количество контрактов армейских с приходом Шойгу. Потому что Шойгу свою сеть, свои контракты, своя семья, свои родственники, там все понятно. Но для армии, для офицеров, для генералов, это плевок просто в лицо. Просто плевок в лицо, что Путин отдает предпочтение Кадырову с Пригожином, который, собственно, к армии, к управлению вообще никакого отношения не имеет. И бросает, как говорится, на алтарь жертвы генералов, там, Шойгу. Хотя Шойгу тоже никогда в армии не служил. Но все равно боевых генералов снимают с должностей, наказывают, там, отправляют на передовую. Поэтому армейцам это не нравится. И я думаю, что конфликт как раз внутри армейцев и вот этих Кадыровско-Пригожинских, он в скором времени бабахнет, да так бабахнет, что мало не покажется. Не зря же Кадыров недавно ПВО себе просил. Он его для чего просил? Потому что боялся, что вот это вот армейское крыло, там, спецназ, ГУР или кто-то еще, просто его на пасто ракетами его дворец накроет или бомбардировка. И до свидания, Кадыров. Поэтому он ПВО просил. А может не надо мне от кого, кроме своих, защищаться. Но нам это все равно. Ваше слово Шойгу. Есть такая информация. Назначен командующий объединенной группировкой войск Российской Федерации в зоне проведения военной операции в Украине. Прежде о существовании такой должности не сообщалось. Им стал главком ВКС Герой России Сергей Суровикин. Об этом официально объявило Министерство обороны. А что мы должны еще узнать из этой новости? Какой сигнал был послан вот этим назначением? Сигнал, что Шойгу готовится до выхода. Тут только вопрос, мягко его казнят или жестко? Ну то есть просто снимут и отправят, или разжал, не знаю, снимут погоды, посадят в тюрьму, на него повесят. Потому что российскому обществу нужна публичная казнь. Нужно на площади сжечь кого-то, голову отрубить. Уже давно пора. То есть они ждут этого. Кто виноват в этих всех просчетах? Вот тот, кто виноват, должен быть казнен. Вот я думаю, что Шойгу сейчас сидит. Кстати, Шойгу, так интересно получается, что вот пока контрнаступление идет, не очень хорошо снимать Шойгу, да, нового ставит. А вот когда линия фронта условно стабилизируется, вот тогда можно с ним разобраться. Так что Шойгу сейчас всеми, значит, руками и ногами и головой заинтересован в том, чтобы вооруженные силы Украины наступали дальше. Вот пока они наступают, он сидит в своем кресле. Какой нежелательный союзник появился у Украины. Прекрасно, прекрасно. Да, будем тогда исследовать внимательно кадры, кто же сидел за рулем этого самого грузовика на Крымском мосту. Возможно, там будет как раз грустный силуэт Шойгу замечен. Борис Тизенгаузен, огромное вам спасибо за интересный анализ. Политехнолог Борис Тизенгаузен был с нами в прямом эфире.